Итак, у нас в гостях у студии «Шанс» Тамара, руководитель ансамбла «Девчата». Тамара, здравствуйте! Очень рада вас видеть. Расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе, об истории ее создания. Ансамбль «Девчата» был создан еще в прошлом веке, то есть в 1971 году. «Девчата» — это самый первый женский вокальный инструментальный ансамбль. Это то есть у нас были самые первые инструменталистки. Это были духовые инструменты, труба, тромбон, саксофон, гитары, конечно же, бас-гитара, барабаны, конечно, клавиши, фортепиано. Ну, это вот была настоящая команда такая была, женский вокальный инструментальный ансамбль. Потом уже появились другие коллективы, там «Москвички», «Чайки», «Красные девицы». Были все очень такие приличные коллективы, но мы были первые. И так мы просуществовали, проработали до 1990-го, там, первого года. Потом случились в стране всякие перемены, перестройки, творческая жизнь затихла, концертные организации прекратили свое существование. Ну и что было делать? Какое-то время преподавали где-то в каких-то учебных заведениях. А потом стали коллективы собираться, возрождаться. То есть вокальные группы, ансамбли «Самоцветы», там, «Песняры», «Леси», «Песня». И нам сказали, а почему вы не соберете девчонок? Девчонок, ну, тех, кто был в первых составах, уже было трудно собрать, потому что были семьи, дети, и уже с инструментами связываться для нас было очень проблематично. Это аппаратура, свет. И поэтому решили сделать такую вокальную группу, но чтобы она была очень хорошего качества, чтобы девчонки отлично выглядели, естественно, чтобы хорошо танцевали. Вот. А самое, что я еще хотела добавить, коллектив был создан во Всероссийской творческой мастерской эстрады искусства. Это если взять нашу мастерскую, то есть, ну, лучшие, любимые артисты, известнейшие эстрады были выпускники нашей организации. То есть, начиная, там, Петросян, Леонтьев, там, Нина Бродская, ну, много-много кого можно называть, там, Ксения Георгиадия. Ну, очень много известных, хороших исполнителей, причем не только вокального жанра, а и оригинальных, артистов оригинального жанра. Вот. Поэтому школа-то была, как нас учили, когда мы создавались, чтобы все были, обязательно изучали актерское мастерство, технику речи, сценическое движение, хореографию. И все это вот у меня было накоплено, все эти знания, которые я хранила, берегла, но еще и совершенствовала. И поэтому, когда мы стали молодых расти девчонок-вокалисток, обязательно балетный класс, обязательно техника речи. Вот. А что получается, можете сами увидеть. Мы обязательно придем к вам на концерт, посмотрим там. Спасибо большое, Тамара.